Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава ЛЭХЛЭХА. И после того, как написано, что Гагар родила Авраму и Шмаэля, прошли годы. Здесь Аврагаму будущему. 99 лет. Всевышний обращается к Авраму и говорит, что ты должен стать отцом множества народов. И цари произойдут из шресел твоих. И говорит ему о том, что если он будет тщательно исполнять повеления Всевышнего, все заповеди, то он унаследует землю, которая называется пока страна Кнаан. И это будет земля огромная. Она будет от Нила до Ефрата, как мы с вами считаем. И действительно, что мы видим дальше? Мы дальше видим, что так и будет. Уже в самой Торе мы начинаем это видеть. Но Всевышний сказал, что я с тобой заключу союз, и имя твое теперь будет не Аврам, а Аврагам. Добавится буква Хай. Числовое значение, которое 5. Числовое значение слова Аврам 243. Аврагам 248. Наши мудрецы говорят, что у человека 248 частей тела. И если человек не имеет обрезания, он владеет 243. Но когда человек едет обрезание, добавляется буква Хай, 5, и человек начинает владеть всеми 248 своими органами. И написал Всевышний, что Сарай, не называя ее имени Сарай, но Сара будет имя ее. И потомки у тебя будут от нее. А Аврагам говорит, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой. То есть он понимает, что 99 лет, что он уже не молодой человек, что у него ничего уже не будет. Но Всевышний говорит, как мы дальше видим в Торе, есть ли что-либо недостиживое для Всевышнего. И через год у тебя будет прямой потомок от Сары. Аврагам заботится о Бишмаэле. Говорит, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой. Всевышний говорит, я его уже благословил. Двенадцать князей произведет он. Однако Сара родит тебе сына. И наречешь ему имя Ицхак. Ицхак означает смеялся. Аврагам в сердце смеялся, как у старетнего может родиться. И Сара на 90-м году родит. И она тоже смеялась, как мы видим из следующей главы. То есть так и случилось, что когда Аврагаму исполнится 100 лет, то все выполнится. Будет Ицхак. Надо сказать, что Аврагам моментально исполнил заповедь. Написано, что в тот же день были обрезаны Аврагам и Ишмаэль. Сын его обрезался. И все, кто в доме рожден, и все, кто был куплен из другого народа, обрезались вместе с ним. Наши мудрецы говорят, что как минимум 318 человек, которых он брал с собой на войну против Вавилона. Да, и сам Аврагам, еще и Ишмаэль, получается 320 человек. Это как минимум то, что мы знаем. Вот так вот. То есть это пример группового обрезания. Потом у нас будут такие обрезания еще после того, как все вышли скажут, выходить из Египта. И мы перед тем, как есть пасхальную жертву первую, все обрезались. И потом будет групповое обрезание, когда мы перейдем в Эрдан. Это уже и Гоша Эль Азаркоин сделает, групповое обрезание тоже это будет. Но это был первый пример этого. И на этом глава Лех-Леха заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимира Бен Григория, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хай Малко Бат Йосим, Мира Батаврагам, Роза Бат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, за здоровье Светлана Бат Клара, Шумон Бен Эдсхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Байсей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Лаф Рафаэль Бен Клара, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шумон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Хана Цепора, Бат Сара, Замазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Аре Бен Нури, За хороший дух Арон Аре Бен Двора, Днис Бен Ахума, Виган Бат Сара, Парнаса и Брют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха Парнаса, Кавана Мазал, то, что мы это время не грешили, Читали Тор, учили, Пусть закончится скоро эта страшная война, Всем мира, любви, всем самого наилучшего, Всем желаем крепчайшего здоровья, До следующих встреч, надеюсь, нас встретится завтра в 10.40. Шалом!